Помните статью на ЛО от 22 декабря прошлого года? Случайные совпадения? Кто не читал, найдете по ссылке под этим роликом. Я просто опирался на открытые источники информации, никаких инсайдеров в высоких кабинетах у меня нет. И вот совершенно неожиданно генерал Виктор Муженко не только подтверждает эти выводы, но и существенно дополняет перечень этих очень уж случайных совпадений. Виктор Николаевич Муженко, генерал армии, 15 марта этого года дал интервью агентству «Факты». В общем-то, когда человек такого уровня во время войны дает такое интервью, то можно сделать вывод, что в нашем королевстве имеются очень даже проблемы. Я приведу несколько наиболее интересных, на мой взгляд, цитат из интервью генерала Муженко со своими короткими комментариями. Цитата. «Я не совсем разделяю поверхностное отношение к российским возможностям, будто они полностью исчерпали свой потенциал. Считаю, что там есть еще определенный ресурс. Возникает вопрос, когда он будет накоплен до той степени, чтобы реализовывать какую-нибудь более-менее значимую операцию, которая им очень нужна на фоне поражений и несостоятельности за год, и продемонстрировать хотя бы тактические победы». Ну вот смотрите. По данным, циркулирующим в средствах массовой информации, они мобилизовали 526 тысяч человек. А сегодня общая численность группировок, находящихся вдоль границ плюс на юго-востоке и на юге Украины, составляет около 350-400 тысяч. 526 минус 350-400, ну и получаем где-то 120-170 тысяч мобилизованных, которые пока не просматриваются в составе этих группировок. Где они? Возможно, проходят или уже завершают подготовку в учебных центрах. Если они начали ее с момента мобилизации, она длится уже более пяти месяцев. Этими достаточно подготовленными бойцами можно доукомплектовать воинские части и провести боевое слаживание для создания определенных группировок. Это первое. И второе. Осенью там призвали 120 тысяч срочников. 1 ноября Шойгу заявил, что все они уйдут только в учебные центры, то есть их тоже готовят. Включат ли этих срочников в комплектацию боевых воинских частей, которые планируют привлечь для соответствующих операций на территории Украины, пока неизвестно. Третье. На днях появилась информация, что на России с 1 апреля планируется набрать 400 тысяч контрактников, чтобы пополнить армию. Если даже половина этих проходящих подготовку срочников заключили контракт, имея определенные материальные или другие мотивации, то прибавляется еще где-то 40-50, а то и 60 тысяч. Это плюс к тем 120-170 тысячам, которые сейчас не просматриваются с момента мобилизации. А еще было 130 тысяч призывников весеннего периода, которых не уволили. Сколько из них может быть или уже переведено на контрактную службу? Сколько привлечено для прохождения подготовки в учебных центрах? Теперь другой вопрос. Люди у них, возможно, есть, а техники и оружия не хватает. Специалисты УИП недавно сделали выводы о возможностях их оборонной промышленности. Ну, например, за день Россия способна восстанавливать или производить 10 танков. То есть в месяц 300? С каких пор у россиян появились такие промышленные возможности? На эти вопросы должны ответить разведка плюс наши партнеры. Сколько мы уничтожаем танков в месяц? Ну, точно не 300, пусть даже 100. А где еще 200? Значит, их аккумулируют и готовят к комплектованию воинских частей. То есть нужно реально оценить потенциал россиян по увеличению существующего парка вооружения и военной техники и созданию новых воинских частей и группировок, которые могут выполнить определенные задачи. Вот что сказал генерал Муженко. Он говорит, что началась война экономик и война ресурсов. И биомасса, и железо у московитов есть. И есть очень много. И это надо учитывать. И к этому надо готовиться. И они не остановятся. Вот еще цитата. В 2017 году мы провели стратегическую командно-штабную игру, где разыгрывали сценарии возможной полномасштабной агрессии рашистов и моделировали ответные действия. Мы не ошиблись в своих прогнозах, но несколько иной моделировала ситуация на юге. 24 февраля я прибыл на главный пункт управления. Где-то ближе к обеду уже стало известно обо всех направлениях вторжения российских войск. Они совпали с теми прогнозами и оценками, которые мы сделали при разработке командно-штабной игры. Мы их остановили на участках, на которых останавливали при моделировании соответствующих боевых действий. Мы понимали действия россиян, даже по численности группировки, которая могла зайти в Украину. И на этой игре мы оценили количество в 176-180 тысяч. Приблизительно столько и зашло 24 февраля. Но относительно юга мы не предполагали, что россияне могут зайти через перешейки. В ходе игры рассматривали вариант, что они могут прорваться на южном фланге, то есть между Мариуполем и Волновахой, и выйти в район Мелитополя. Для отражения возможного вторжения был предусмотрен рубеж по реке Молочной. А произошло совсем иначе. Конец цитаты. Интересно, да? Генеральный штаб при моделировании вообще не учитывает угрозу из Крыма. Все перешейки заминированы. Но в 19-м году пришел гегемон, простите, гегемон, привел к власти Зе, и все пошло прахом. Следующая цитата. Спросил я некоторых, как случилось, что российский десант высадился в аэропорту Гастомеля? Ответа не последовало. Тогда было принято решение нанести удар авиации, затем артиллерия, затем заблокировать и уничтожить врага. А где средства противовоздушной обороны, которые должны были стоять вдоль побережья Киевского моря с одной стороны в постоянном режиме дежурства? Они были там. А другие бы выходили при угрозе? Потому что знал, что был создан так называемый «шилочный дивизион» противовоздушной обороны. Шилка – это зенитная самоходная установка советского производства, кто не знает. Стоявшего по левому берегу водохранилища. Киевское море шириной до 20 километров с одного берега. Средства ПВО его не перекрывали. Это же было предсказано этими самыми замыслами. До 19-го года там всегда проводили проверки и тренировки. А когда их сняли? Почему их не было? Как готовили? Очень много вопросов. Конец цитаты из интервью генерала. Не то слово, как много вопросов. Не просто убрали охрану аэропорта Гастомель, но и убрали средства ПВО, чтобы московецкие десантники с комфортом высадились в Гастомеле. А создание дивизиона «Шилок», а потом ликвидация дивизиона «Шилок» – это куча, это гора документов. При смене власти, когда что случится, ожидают случайный пожар в архивах Генштаба и ОПы. Еще цитата. Это состоялось в формате тактических действий подразделений и воинских частей. Для военных это ясно. Мы остановили это нашествие благодаря патриотизму, самоотдаче, героизму простых людей и простых военных. Навстречу вражеским колоннам выходили безоружные украинцы и останавливали танки. Все это видели. Из-за своих заборов люди бросали бутылки с горючей смесью. Сопротивление было почти повсюду. Конец цитаты. Эти слова о генерала Муженко косвенно подтверждают и мои выводы. Верховная власть Украины готовилась сдать страну Кремлю. А помешали этим планам командование ВСУ, офицеры и бойцы, нацгвардия, полиция. Мы с вами, простые граждане, мы начали просто выполнять свои обязанности согласно Конституции, уничтожать вторгшихся врагов. И все договоренности пошли прахом. Еще цитата. «Хотел бы обратить внимание, что иногда благодаря такому любительскому онлайн-освещению событий у людей создается впечатление, что на фронте все нормально, что мы все держим, угроз никаких нет, что будет контрнаступление, и мы уже готовы освобождать города и села. В мировой истории есть примеры, когда столь чрезмерный оптимизм приводил к плачевным результатам». Конец цитаты. Это, кстати, про многочисленных военных экспертов – Арестовичей, Подоляков и про некоторых генералов, которые из телевизора не вылазят, к сожалению. Еще процитируем. «Сейчас решится, будет ли вся подготовка в нашу пользу, или, не дай бог, какое-то движение в сторону позитива для россиян? Считаю, что у нас есть все возможности и все шансы разгромить Россию на поле боя и не дать им реализовать их планы». Я пытался эту информацию и не только доносить через некоторые каналы в Генштаб, у меня просто нет прямой связи сегодня, потому что каденцию на пункте управления я закончил во второй половине апреля. Залужный сказал мне лично, что это решение президента, чтобы вы покинули пункт управления. «Не знаю, президент это решение или чье-то еще». Я ответил ему, ну раз так, значит да. Не знаю, кому я совершил неудобства. Может тем, что категорически не воспринимал переговоры с врагом, которые тогда вели. Возможно, лишал кого-то определенного комфорта принятия решений. Ну или косвенно влиял на какие-либо решения. Скажу одно. Мы теперь слышим много эпитетов типа «легендарный». Думаю, как только завершится эта война, историки получат доступ к документам, распоряжениям, журналам боевых действий, изменениям оперативной обстановки. Будем надеяться, что их не уничтожат. Многие легенды просто рассыпятся. Потому очень возмущаюсь чрезмерным оптимизмом некоторых. Мы должны полностью взорвать их военный потенциал. Понятно, что после поражения они будут пытаться его восстановить. Сколько времени это займет, зависит от масштаба этого разгрома. Но пройдет 5-10 лет, а они все равно будут проводить такую же политику, независимо от того, кто у них будет у власти. Об этом сейчас все говорят. Думаю, в ближайшие десятилетия не произойдет превращение России в миролюбивую страну. Конец цитаты. И вот абсолютное совпадение и с нашими взглядами, коллеги. Никакой прекрасной России будущего никогда не будет. А вот что генерал говорит о победе. Какой я вижу нашу победу? Повторю общее мнение с выходом на международно признанные границы Украины. Когда будут созданы условия, чтобы каждый наш гражданин чувствовал себя хозяином на своей земле. Когда можно будет планировать свою жизнь. Когда украинский язык будет звучать по всей нашей территории. Сейчас в Киеве все чаще слышу украинский. Это очень приятно. Что на нем разговаривают молодые люди. Особенно дети. Кстати, один из аргументов относительно того, что у россиян может быть ресурс, они могут получать определенное вооружение из Китая. Ну пусть даже это комплектующие. Китай покупал у Советского Союза, а затем у России соответствующие образцы. Некоторые китайские виды оружия, особенно для сухопутных войск, и определенные клоны советских образцов. Их узлы и агрегаты практически такие же, как на российской технике. То есть поставки таких узлов и агрегатов для восстановления ремонта техники и большая узловая сборка позволяют увеличивать производство в разы. Есть информация, что китайские специалисты помогают осуществить такую сборку. То есть это может быть военно-техническое сотрудничество без реальной передачи вооружения и военной техники. Очень даже вероятно, скажем мы со своей стороны. Китай обязательно начнет помогать Оркам. И не надо тут искать логику в действиях Китая. Якобы Китаю невыгодно ссориться с Западом. Мы никогда не поймем логику Си или Пуйла. Что? Пуйлу выгодно потерять все рынки в ЕС? Следующая цитата. В ноябре 2018 у нас прошли стрельбы зенитно-ракетных систем на полигоне. Как правило, на подобные мероприятия руководители предприятий выставляют свои перспективные образцы. Мы с ними провели совещание, где задали серьезный вопрос об усилении системы противовоздушной обороны. Мы понимали, что того, что у нас было, явно недостаточно. После этого просчитали возможности предприятий, производящих различные типа ЗРК. И заключили, что при соответствующем финансировании вполне реально с 2019 по 2023 год нарастить примерно в два раза количество зенитно-ракетных дивизионов. Были расчеты по увеличению количества зенитно-ракетных дивизионов практически в два раза. Но это не было реализовано. Уже были совсем другие решения и подходы. Срыв государственно-оборонного заказа в 2020-2021 годах привел к этому именно по системе противовоздушной обороны. Конец цитаты. Вот я думаю, в этом месте не нужно еще раз говорить, почему ЗЕ не нужно было усиливать ПВО Украины. Еще цитата. Испытание ракетного комплекса «ГУРОМ» состоялось первый раз в апреле 2019. А у нас до сих пор нет его на вооружении ВСУ. Мы просим сейчас у наших партнеров ракетные комплексы с дальностью 300 километров. А наш ГРОМ мог бы перекрыть их. Вот такие реалии. Да, это говорит генерал Муженко. Витя – война. Он был в теме. И теперь, когда какой-то эксперт или блогерша будут писать, что это НИЗЕ прокакал ракетную программу, насылайте, пожалуйста, им заворотник. Еще процитирую. В 2014-2015 годах началось возобновление ВСУ, формирование, поддержка. А где-то с 2017-го пошел обратный процесс. И вот, кстати, меня очень удивило формирование территориальной обороны. Из этого тоже сделали пиар-проект. Такая компания принесла очень много проблем, особенно на начальном периоде, потому что сломали систему мобилизации. Тем, кто должен прийти в качестве оперативного резерва для укомплектования боевых бригад, пришлось идти в бригады территориабороны, а не подготовленным людям в бригады для участия в боевых действиях. В какой-то степени повторился 2014 год. Конец цитаты генерала. Что тут удивительного? Главное правило. Все прокакаем и запилим зигундосик. Еще цитата. О чем будем говорить через год? Думаю, будем где-нибудь на финишной прямой до окончания войны. Это дождь надолго. Если только какие-либо политические договоренности не прервут этот процесс войны. К примеру, осенью или зимой для проведения каких-то выборов. Возможно, для смены восприятия нашим политическим руководством сегодняшней ситуации. Не знаю. Война сама по себе не окончится. Она будет продолжаться до тех пор, пока Россия не достигнет своей цели или пока мы ее не разгромим на поле боя. Это миссия сегодняшней Украины. Нам к этой цели нужно идти, бороться и побеждать. Конец цитаты. Этот дождь надолго. Генерал Муженко считает, что в этом году война не закончится. А он ведь знает больше нас. Кому поверить? К генералу Буданову или генералу Муженко? Я ставлю на генерала Муженко. Буду надеяться на прогнозы генерала Буданова, конечно, но готовиться по прогнозам генерала Муженко. Некоторые слова генерала Муженко не вошли в мой обзор, но каждый может самостоятельно прочитать интервью генерала Муженко и сделать свои собственные выводы. Теперь о нашей совместной работе на победу. Поддержать ВСУ можно по ссылке под этим роликом. Реквизиты в конце статьи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин